Перед началом совещания вместе со своим заместителем Юрием Гриценко и главой Анапы Сергеем Сергеевым губернатор Вениамин Кондратьев осмотрел береговую линию, где выставлены мониторинговые посты. Всего на протяжении 50 километров побережья работают 16 передвижных постов и 3 стационарных. Мы находимся в преддверии курортного сезона, и даже не то, что в преддверии курортного сезона, просто мы не можем допустить, чтобы вот эта утечка топлива, если она произошла, осталась наша подготовка. Об оперативной обстановке губернатору доложили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. На данный момент информация разнится. Первое, то, что вы сказали, 38 тонн. Вторая информация, которую подтверждает агент по заправке данного судна, говорит о том, что на судне было 19 тонн солярки, полторы тонны мазута и полтонны машинного масла. Потому что информация разнится. Несмотря на это, мы все равно проводим мониторинг. Я требую, чтобы, Юрий Николаевич, вы обеспечили все мониторинговые группы, все необходимые техники и средства для того, чтобы качественно осуществлять поиск в случае, если вот это масляное пятно есть. В акватории Черного моря продолжается поисково-спасательная операция. Из 12 человек, находившихся на борту сухогруза, один спасен. Обнаружены тела двух погибших. Есть информация о разливе нефтепродуктов. Задача, которую ставит Вениамин Кондратьев, принять исчерпывающие меры, чтобы опасные выбросы не достигли Черноморского и Азовского побережья. В Анапе мобилизованы силы аварийно-спасательных формирований, МЧС и военных для контроля над ситуацией. Как только мы получили информацию, выстояли поэтапно сначала пять, сегодня на сию минуту девять групп, которые в мобильном режиме отслеживают. За каждой группой закреплено транспортное средство, есть связь, люди знают алгоритм действий в случае обнаружения. И уже, как бы заходя вперед, скажу, что в Анапе была такая ситуация, ну, похожая аналогично. Люди, которые работали тогда, довольно успешно справились. И сегодня мы, ну, правильно вы сказали, если на берег выйдет, конечно, сложнее будет ликвидировать это все, но мы готовы и к этому. Учтен даже самый нежелательный вариант развития событий, если нефтепродукты попадут на береговую линию. Вся она находится под постоянным контролем специалистов. Многое будет зависеть от погодных условий, от направления ветра. Вероятность того, что, как было уже озвучено на селекторе губернатором, что вероятность с учетом изменения направления ветра понижается. Но мы пока думаем, что процентное отношение это 50 на 50. К любому развитию событий мы готовы. Алгоритм действий известен. Важно понимать, с каким объемом мы столкнемся. Подводя итоги совещания, губернатор Кубани призвал все службы работать максимально оперативно и мониторить ситуацию ежечасно, чтобы положение не усугубилось.